Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые сегодня с нами находятся в прямом эфире, все мы хорошо знаем, что декабрь месяц, который уже наступил, это особый месяц для христиан всего мира, потому что именно в этом месяце мы будем отмечать особое событие рождения Иисуса Христа, на приход в этот мир, греховный мир Спасителя и Господа, который согласился принять тело человека, родиться, прожить на земле определенное время, умереть на Голгофском кресте. Я думаю, через какое-то время наша церковь, наше здание внутри, я имею в виду, оно преобразится, будет украшено по-другому, будут звучать рождественские гимны, и я верю, что братья всякий раз, когда будут выходить на эту кафедру, будут провозглашать и открывать какую-то, может быть, оттену, какую-то особую часть события, связанного с рождением Иисуса Христа, с тем, что с планом Божьего искупления. Но сегодня наша церковь также по-особому украшена. Начало месяца, как всегда в нашем доме молитвы, в нашей церкви проходит особое служение. Мы провозглашаем искупление, совершенное Господом. И сегодня мы также об этом поем, мы проповедуем, мы с вами говорим. Кто посещает наше собрание регулярно по воскресным служениям, обратили внимание, что в последнее время тема нашей утренней воскресной проповеди была «Человек», «Учение о человеке». И в последнее время мы говорили о грехопадении человека и его катастрофических последствиях. Мы говорили о том, что грех оказал свое поражающее влияние на самого человека, на его разум, на его волю, на его сердце. Грех оказал разрушительное влияние на все сферы жизни человека, на все обстоятельства его жизни, на его физическое здоровье, абсолютно на все, что Бог подарил человеку. Грех оказал свое разрушающее влияние. И, конечно, возникает вопрос, было ли найдено решение этой катастрофы. Есть ли надежда для человека в этой, казалось бы, безнадежной ситуации? Мы говорили с вами о том, что всякий человек, приходящий в этот мир, рождается с пониманием и состоянием личной вины пред Богом. Возможно, это не настолько отображается в какой-то момент постоянно, но где-то внутри человеческого сердца, его в разуме, проходя жизнь, человек понимает, что он виновен, он виновен, он грешен, он нуждается в решении вопроса, он нуждается в прощении. Братья и сестры, и Писание открывает нам величественный план Божьего искупления. Как бы ни была велика вина и падение человека, но еще более величественным оказался Бог. В свое милосердии грешнику была проявлена любовь, и было найдено решение, как спасти человека. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в это утро я приглашаю вас в одно из самых удивительных и потрясающих мест, которые Господь создал на этой земле. Это место Писание называет Едемский сад или рай. Вторая книга бытия описывает, как он представлен был. В кратких стихах, очень сжато, лаконично, но даже немного информации дает нам это представление, что это было особое место, где Господь сам насадил этот сад и произрастил Господь в этой земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, дерево, которое Господь создал, и дерево жизни было, и дерево познания добра и зла в этом находилось вместе. Видите, удивительное было место, которое Господь создал, но что интересно, Писание говорит именно в этом, казалось бы, самом лучшем месте, в самых лучших условиях произошла самая большая трагедия, произошла катастрофа, произошло грехопадение человека. Я сегодня хочу с вами обратить внимание не на вторую главу, а сегодня приглашаю вас в третью главу книги «Бытие», в Едемский сад, в сад, который грех еще не коснулся, нету еще изменений, он по-прежнему прекрасен, он по-прежнему благоухает, но мы встречаемся с вами, друзья, братья и сестры, мы встречаемся в этом саду. Две личности, сотворенных Богом, Адам и Ева, которые уже не просто узнали что-то о грехе, о добре и зле, но которые соединились с грехом, в жизнь духовная, в которых уже умерла, и состояние вины пред Богом уже оказалось видимым, проявлено. Они убегают от Бога, они обнаружили свою наготу, они сшили себе смокомные листья, они прячутся от Бога, вот являются результаты рихопадения, то, что мы встречаем в книге «Бытие» в третьей главе. Где Бог? Как Бог реагирует на то, что произошло в Едемском саду? Бог здесь. Бог ищет. Бог приходит. Бог первый протягивает руку и задает вопрос Адам, «Где ты? Что произошло?» И после того, когда открыт, когда есть признание, когда Ева обвиняет змея, Адам обвиняет Бога, который дал ему жену, и которая дала ему, и он вкусил. В этом месте происходит следующее. Бог объявляет свой божественный приговор и суд трем личностям – змею, жене и Адаму. Я вместе с вами хотел бы рассмотреть очень кратко эти три суда. И в этих трех судах мы увидим еще самое главное – надежда на искупление. Итак, давайте откроем книгу «Бытие», третью главу. Прочитаем с 14 стиха. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, и болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 17 стих. Обращение к Адаму. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Итак, братья и сестры, мы видим, когда Бог объявляет приговор трем личностям – змею, жене и Адаму. Вы скажете, почему в такой последовательности? Потому что мы находим Священное Писание в начале 3 главы, что инициатором был именно дьявол, был змей. От него произошло зло. Затем он обольщает женщину, и затем падает Адам. И по всей видимости, вот в такой последовательности Бог и объявляет свой суд и приговор. Давайте кратко посмотрим судно змеям. Божье судно змеям включало в себя несколько аспектов или несколько даже наказаний. Первое. Прежде всего, змею отведено худшее положение из всех животных. Обратите внимание, Бог говорит, «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». «Проклят ты пред всеми». Более точный перевод с оригинала будет звучать так. «Более проклят ты». «Более проклят ты». Почему? Имея в виду, что земля и все последующее с Адамом, человечество, понесет на себе проклятие. Бог подчеркивает змею, что ты более будешь проклят. Интересно, братья сестры, если мы вернемся к первому стиху, это третьей главы, мы читаем следующее. «Земей был хитрее всех зверей полевых». Интересно, что в оригинале есть другое немножко слово, которое немножко открывает нам более яснее картину. Вместо хитрости, качества хитрости, в оригинале стоит слово другое, слово «сообразительный» или «мудрый». Братья сестры, я думаю, мы понимаем, что речь идет не о змее, которому Господь как творение. Мы не знаем, остается для нас тайна, почему Бог допустил во всей этом падении, чтобы роль сатана вошел или приобрел образ змея. Не говорит нам Священное Писание, поэтому во всей третьей главе мы не встречаем слово «дьявол» или «сатана», или «падший англ» или «цифер», мы встречаем слово «змей». И поэтому мы прекрасно понимаем, речь идет не о змее творения, а о дьяволе, о сатане. И обратите внимание, друзья, вот это слово «сообразительный» или «мудрый», он соответствует духу Писания или описанию, которое дает Писанию характеристику дьяволу. Помните, в Ветхом Завете написано, что дьявол был сотворенный каким? Ты – полнота мудрости. Более всех сообразительный, ты – полнота мудрости, ты был печатью совершенствой. Библия говорит, что до своего падения он именно был. Но в Едемском саду мы встречаем падшего ангела в образе змея, более всех сообразительного на злое. Более всех сообразительный на злое. Интересно, что в еврейском языке слово «сообразительный» звучит как «арум». Сообразительный, мудрый, арум. А слово «проклятый» звучит как «арур». Два в русском языке противоположных слова – мудрый, сообразительный, проклятый. Но в евреевском языке звучит, слышите, да, «арум» и «арур». Мудрый, превосходный стал более всего, превратился в проклятого. Из этого мы должны извлечь очень важный урок, братья и сестры. Писание говорит, всякая личность, сотворенная Богом, которая восстает против своего Творца, против своего Господа, будет иметь катастрофические последствия, будет иметь проклятие. Кто-то подумает, что речь идет только о дьяволе. Нет, Писание очень ясно говорит и о людях. Давайте прочитаем вместе с вами Псалом 36, 22 стих. «Ибо благословенно им наследуют землю, говорит Господь, а проклятые им истребятся». Речь идет о народах, которые отвергает Господа. Это касается не только Ветхого Завета, это касается и Нового Завета. 25 глава Евангелия от Матфея. Перед Господом собираются все народы. И помните, он отделяет одних по правую, а других по левую. Тем, которым по правую сторону говорит, «Войдите ко благословенные и наследуйте землю, приготовленные от создания мира». И обращается тем, которые находятся по левой стороне, и говорит следующее им, «Идите от меня, проклятые». 25 глава, 41 стих. «Идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, дьявол, первое, в образе змея, говорит, «Проклятие боли всех, навеки навсегда, никогда не будет, друзья, поймите, поверьте, в Слово Божие». Сегодня звучит в либеральном богословии такая мысль, что, возможно, Бог в своем милосердии изменит свой вердикт, и, возможно, будет проявлено какое-то снисхождение. Абсолютно нет. Писание говорит, что нету никакой надежды абсолютно для дьявола, его ангелов. Ему готовено озеро, участь в озеро огненом, горящим огнем из серого веки веков. Во-вторых, Бог говорит, что змей будет не только более проклят всех животных, но он будет унижен, он будет раздавлен, он будет на себе иметь печать полного унижения. И эти следующие слова, каким образом, ты будешь ходить на чреве твоем. Мы не знаем, братья и сестры, каким образом до грехопадения творения Божьей змей передвигались. Мы не знаем, братья и сестры, но Писание говорит ясно, одно из наказаний будет, ты будешь ходить на чреве твоем, или, говоря другим языком, ты будешь ползать на животе, когда мы видим змею, видим, как она передвигается. Братья и сестры, Господь говорит о том, что будет признак полной деградации и унижения. Давайте посмотрим на другую сторону. Господь сотворил человека каким? Стоящим прямо. Признак достоинства, чести, уважения. Я думаю, что нам приходилось видеть человека, находящийся в унижении, который потерял свой облик. Понимаем, о чем идет речь, да? К сожалению. Особенно, когда мы жили там, можно было видеть, когда люди принимают совсем другой образ под воздействие наркотиков или алкоголя. Друзья, обратите внимание, поэтому в образе змея Бог унизил сатану. Он показал, что его истинное положение. Книга пророка Исаии, 14 глава, 14 глава, 11-12 стих, если можно, давайте посмотрим. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим над тобою подстилаются червь и черви покров твой. 12 стих, как упал ты с неба, деница, сын, зари, и разбился землю, попиравшие народы. И 13 стих, а говорил в сердце своем, воззайду на небо, выше звезд Божиих поставлю престол свой. Сяду на горе в сонме богов на краю севера. Пророчество о дьяволе. Он будет унижен. И в этом же стихе, братья и сестры, мы находим еще одно наказание. Бог сказал змею следующее. Будет есть прах во все дни жизни твоей. Братья и сестры, конечно, мы понимаем, это не в буквальном смысле. Змеи не питаются прахом. В смысле унижения, в смысле его положения, в котором он оказывается, это символ проклятия и презрения. В книге пророка Михея, 7 глава, 17 стих, говорится о народах языческих. Обратите внимание, сходство, параллель, которые 7 глава, 17 стих, книга пророка Михея, будут лизать прах, как змея, как червь. Черви земные, выползут они. Прообраз, да, унижение не в том, что в буквальном смысле. Об этих народах сказано, как результат суда, как признак унижения. Братья и сестры, что интересно, в тысячелетнем царстве, когда проклятие будет частично снято с Божьего творения, наказание для змея останется неизменным. Все преобразится, все изменится. Помните, пророк Исаия, в 65 глава, 25 стих, говорит, волк и ягненок будут пастись, как вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Но обратите внимание, а для змея прах будет пищею. В тысячелетнем царстве, но для змея даже там, когда все будет частично снято, прах будет пищею. Господь подчеркивает, что для змея сохранится униженное вот это положение навсегда. Восстание против Бога не только приводит к проклятию, не только приводит к унижению, а такова участь братья и сестры, не только сатаны, я подчеркиваю, но и всех богопротивников. Псалом 71, 9 стих, обратите внимание, автор говорит следующие слова, «Пред ним падут пред ним жители пустыни, и враги его будут лизать прах, и поклонятся ему все цари, все народы будут слушать ему пророческое слово о Господе Иисусе Христе». И обратите внимание, падут пред ним жители пустыни, и враги Христа будут лизать прах, прообраз унижения полного. Суд над дьяволом. Три важных аспекта мы рассмотрели. Обратите внимание, Господь обращается к жене, и мы читаем 16 стих, жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Что это за наказание? Что это за приговор? Какие последствия несла первая жена и передала это всем женщинам? Братья и сестры, когда мы исследуем Священное Писание, мы находим, что по замыслу Бога, когда Он создал брак, когда Он создал семью, роль женщины была удивительна. Бог сказал, сотворим помощницу соответственного Адама. Ее роль уникальна, без помощника, без помощницы, мы знаем, в жизни невозможно обойтись. И вот ей была отведена именно роль быть помощницей. То есть она должна находиться в семье, и поскольку ее роль большей частью отводилась именно в семье, то и наказание мы находим было связано именно с семьей. Первое, что мы видим, скорбь беременности и болезнь при рождении. Мы можем предполагать, братья и сестры, что по замыслу Божий приход в мир человека не должен был сопровождаться болезнью и скорбью. Это результат грехопадения. и возможно Ева и недопонимала, когда она слышала, а что же это такое. Но когда пришло время родить первого ребенка, братья и сестры, я думаю, что она испытала во всей полноте своей, она пережила личное вот это последствие греха, когда она томилась, плакала и рождала ребенка, Господи, это я несу, я виновна пред тобою. А Еве сказано, что она стала матерью всех живущих. Эти же страдания испытывают и миллионы женщин во всем мире, которые рождают деток. Но обратите внимание, друзья, что в этом же наказании есть удивительная надежда. Господи, неужели в суде твоем есть какая-то надежда. Да, обратите внимание, Бог говорит, в болезни это суд, это боль, но будешь рождать детей. Вы скажете, а что это? Это благословение и это надежда, потому что чуть позже мы коснемся с вами в 15 стихе, это будет ключевой стих в нашем рассуждении, потому что в 15 стихе Бог говорит о том, что о семени жены, которая придет и поразит змея в голову. И в этом есть надежда, ты будешь рождать детей. Мы коснемся немножко чуть позже этом. Второе наказание жены было связано с ее семейным отношением, семейным положением, а именно личный конфликт со своим мужем. Братья и сестры, обратите внимание на вот этот текст Священного Писания в 16 вторая часть. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Что это такое, братья и сестры, что это за наказание? Когда мы рассматриваем Священное Писание, братья и сестры, как я уже сказал, что Бог дал определенные роли в семье. Муж является главою, а жена является помощницей. И вдруг Бог говорит, что к мужу будет влечение твое, но он будет господствовать над тобою. Хочу обратить внимание на одно слово – влечение. Во всем Ветхом Завете есть только несколько слов влечения. Для того, чтобы слово влечение используется, чтобы нам правильно его понять, непревратно истолковать влечение женщины к мужу. Давайте посмотрим на четвертую главу книги «Бытие». Перевернем страничку, у кого есть Священное Писание, и посмотрим. Речь идет о Каине. Бог говорит, разговаривает с Каином. И обратите внимание, седьмой стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты что делай? Но ты господствуй над ним». То есть Бог говорит, что в другом переводе написано, что грех затаился у дверей. Каин, у дверей затаился грех, но ты, и он влечет к тебе, к себе, но ты господствуй над ним. Каким образом мы можем применить эту ситуацию к наказании? Наказание жены заключалось в том, что она будет претендовать на ведущую роль в своей семье. Она будет пытаться захватить власть. Она будет пытаться занять роль положения мужа своего. Братья и сестры, что происходит в современном обществе? Феминизм не вчера возник. На протяжении всей истории, обратите внимание, женщины пытаются возвыситься, подняться, занять свою роль. Мы видим в современном обществе это вновь и вновь. Политики говорят, да, женщине нужно больше давать возможности в политике, в экономике, в бизнесе. К сожалению, в церковь это приходит, когда женщина претендует на роль учителя, роль пастора, роль ведущего, роль лидера. Друзья мои, влечение твое будет к мужу заключается в том, что она будет претендовать. И это горе, это бедствие. Все прекрасно понимают, где женщина пытается занять роль неутвержденной Богом. Там происходит хаос. Друзья, это бывает и в христианских семьях, обратите внимание, и это трагедия современной христианской семьи. Вот в этом Божье наказание. Но он будет господствовать, Адам не отпустит. Мужья просто так не соглашаются, не правда ли? Конфликты в семье происходят, пытаются друг друга бороться за эту власть. В этом наказание было Божье, правильное положение, когда Господь распределил уникальную роль муж-глава семьи, жена сотворена помощницей. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы не унаследовали в нашей жизни результаты грехопадения. Знаете, что наказание – это попытка занять место мужа. Итак, Бог дал определение наказания змею, Бог сказал определение о жене, и очень кратко рассмотрим, что Бог сказал Адаму. Давайте вместе с вами прочитаем 17 стих. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни волчицы произрастит она тебе, будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Адам, родоначальник человеческого рода. Братья и сестры, вы скажете, а почему так? Речь идет об очень глубоких, серьезных последствиях. Адам не только просто представлял сам за себя. Через Адама пришел кто? Грех в мир и грехом смерть. И мы видим, братья и сестры, вот эти последствия, о том, что Адам, вся земля была проклята, все творение было проклято, все, что было предназначено Адаму, помните, Бог сказал, это ваше, используйте, пользуйтесь, разделывайте эту, обрабатывайте землю, пользуйтесь, будьте, пусть она будет для вас благословением. И все было покрыто печатью греха страшного. И результат этого Адам видел в своей жизни. Мы видим, что физический труд стал наказанием. Когда мы смотрим, братья и сестры, в начале, то Писание говорит, что Бытие 2 глава 15 стих, и взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить. О поте лица не было ничего сказано, чтобы возделывать его и хранить. Но теперь мы встречаемся совсем с другим. Адам и его наследие и потомки Адама должны будут трудиться очень тяжелым трудом с малым результатом. Потомки Адама в своей жизни встретятся с засухой, с наводнением, с тем, что на земле начнут происходить бедствия. И как часто сегодня, я читал сегодня очень краткую заметку о том, что в Организации Объединенных Наций беспокоится, что в следующем году более 190 миллионов людей, живущих на этой земле, могут умереть от голода, ввиду тех стихийных бедствий, которые на земле. Иногда мы смотрим с вами вот этот маленький фрагмент, что же произошло за эти несколько дней, да, боль земли, и мы видим, где-то засуха, где-то наводнение, где-то разрушение, где-то землетрясение. Почему проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться во все дни жизни. Итак, проклят Адам, его земля, земля, его труд стал тяжелым, и последнее, что мы видим, это физическая смерть. Бог говорит о том, что ты возвратишься в прах. Откуда взят? Когда-то Бог сотворил из праха земного, вдунул его и стал человек душою живой. Братья и сестры, обратите внимание на вот эту разницу. Бог берет из праха, вдыхает, и человек становится душой живою, но после грехопадения Бог говорит, Адам, ты прах, сейчас ты прах, и в прах ты возвратишься. Таково было наказание Адама, такое же наказание его потомкам. Итак, мы видим, что Бог выполняет свой суд над змеем, над женою и над Адамом. И вы задаете вопрос, а где же надежда, если выход с этого положения, неужели ничего Бог не сказал, друзья? И хочу обратить внимание очень кратко на 15 стих 2 главы, 3 главы книга Бытия, 3 глава. Бог говорит следующее, «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Этот 15 стих является ключевым вот в наших рассуждениях. Бог говорит змею о том, что будут происходить какие-то особые отношения, прежде всего между им, змеем и женою. Эти отношения будут следующие, вражда будет, называет Бог, будет вражда между тобою и между женою. Это первое. Просестры, мы не знаем, что это за вражда, Священное Писание, я нигде не нашел ответ, что это было за личная вражда. Второе, что Бог говорит, что между семенем Твоим и семенем Ее. Братья и сестры, это очень важно. В чем это будет заключаться, вражда? В чем будет заключаться эта борьба? Бог провозглашает в этом стихе, братья и сестры, посреди суда Своего впервые Бог провозглашает пророческое слово о том, что родившийся когда-то от этой женщины, которая упала в грехопадение, совершит что-то потрясающее. Следующее он поразит змея в голову. Братья и сестры, вот Евангелие звучит. Удивительный Бог, не правда ли? Там, где звучит суд, там, где звучит приговор, там звучит надежда, и там звучит Евангелие для потомков, для людей. Вы скажете, как так может быть? Братья и сестры, я вижу Бога, который не потерял контроль ни на минуту, ни потому, что Бог взял время какое-то, нужно посмотреть, как выйти из этой ситуации, что нам делать, как быть, нет. Я вижу Бога, как мы слышали прошлое воскресенье, сидящего на престоле, в высоком и превознесенном, который контролирует все обстоятельства, даже процесс грехопадения. И Он говорит, придет, придет Искупитель, придет Примиритель Народов, потому что в Откровении написано об акции, которая была заклан прежде чего? Прежде создания мира. Обратите внимание, в начале 15 стиха мы уже говорили, что о вражде между змеем и женщиной. Возможно, мы можем предполагать, братья и сестры, обратите внимание, когда Ева родила первого ребеночка. Обратите внимание на ее слова, что она говорит. 4 глава, 1 стих книга Бытие. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от кого? От Господа. Нет, мужа, я приобрела человека от Господа. Почему? Потому что она приняла Евангелие, потому что она приняла обетование Божье, потому что она поверила словам Бога, что семя жены поразит его в голову. Возможно надеялась, что вот этот ребенок, она жила этим, но этого не произошло. Обратите внимание, 25 стих этой же главы. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Обратите внимание, использует Ева, использует обетование, она взялась как бы за Божье Слово. Она говорит, что Господь дал мне другое дитя, она говорила, Господь дал мне положил другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Она жила надеждой, брать сестры. Адам и Ева ждали того, кто исправит их роковую ошибку. И Божье обещание не было потеряно на протяжении всей истории человечества. Братья сестры, когда мы открываем книгу за книгой Библии и следуем ее, в каждой книге мы найдем с вами вот это удивительное пророчество о том, что придет. Я хочу привести только пять с пяти книжей, пять имен Иисуса Христа, которые провозглашены в пяти книжей. Книга Бытие, как Господь наш назван, Семя Жены, книга Исход, Пасхальный Агнец, книга Левит, Священник про образ Христа, книга Числа, Христос представлен, помните, камень же был Христос, камень же был Христос, книга Второзакония, пророка, воздвигну из среды вашей его слушайте. Буквально исполнение, братья и сестры, этого обетования, этого обещания Богом данной жене, братья и сестры, исполнилось. Исполнилось на Голговском кресте. Иисус Христос принял тело человека. И все, что дьявол смог, древний смей, названный сатаною, все, что он мог сделать, это причинить боль и раны нашему Господу и ранить в пяту. Это прообразная, понимаем, да, беседа, образный язык, но пята и глава несовместимы. Но Господь своей смертью и воскресенье навсегда и навеки поразил змея в голову. Кто-то скажет, но он же живой? Интересно, что исследователи, которые занимаются вопросом змеев, говорят, что есть виды змеев очень ядовитые, настолько сильные, что даже после того, когда нанесен им свертельный удар в голову, они еще могут несколько часов где-то жить, репыхаться, извиваться, будучи, казалось бы, уже совершенно даже голову отрубят. Братья и сестры, у Бога есть свой план. Мы должны хорошо понимать, что змей, древний змей, сатана, это побежденный враг, это опозоренный враг, враг, которого Бог лишил всякого оружия и власти, и ему только удается иметь успех там, где кто поверит его лжи. Поэтому сегодня, братья и сестры, когда мы собрались в Доме Божьем, сегодня, когда перед нами видимые знаки, сегодня, когда мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа, будем помнить, что обетование, Евангелие, которое прозвучало в Едемском саду дьяволу, жене и Адаму, оно исполнилось буквально в Господе Иисусе Христе, который Своею смертью и своим воскресением одержал сокрушительную победу над сатаною. Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда мы будем иметь вот эту встречу у стола Господня, так хотелось, чтобы наше сердце было благодарно нашему Господу за то, что Божье обетование, оно исполнилось. И мы сегодня, как прощенные и освобожденные от власти греха, смерти и сатаны, можем участвовать в победе Господа Иисуса Христа, благодарить и славить Его. Аминь. Поблагодарим Господа в крайне.